Всем золотые друзья, с вами Азай. После последних обновлений у меня очень сильно просил PPS CSGO. И сегодня я вам покажу несколько способов, как же всё-таки получить PPS CSGO 2K19. Сразу говорю, я должен идти несколько способов у одного очень хорошего и известного ютубера под именем Socks. Ссылку на его канал я оставлю в описании, так же как и на программы, которые будут использоваться в этом видео. И в первую очередь мы должны зайти в Steam, Библиотека, правой кнопкой по Counter-Strike Global Offensive, Свойства, Локальные файлы, Посмотрите Локальные файлы. Здесь мы заходим в CSGO, Streams и удаляем все изображения, которые будут в этой папке, так как это просто лишний мусор. Дальше выходим назад в CSGO, заходим в Панорама и видим здесь две папки Fonts и Видео. Нажимаем правой кнопкой мыши по Fonts, Переименовать и просто в конце добавляем единичку. Так же делаем мы со второй папкой. Дальше мы опять заходим в Steam, правой кнопкой мыши по CSGO, Свойства, Общие, Установить параметры запуска. Здесь мы вписываем команды NoWid, NoEvance, Height, Threads 4 или 6, несмотря сколько у вас ядер, D3D9X, NoJoy, MatthewMod2. Нажимаем ОК, Закрыть. Снова заходим в папку CSGO, здесь мы заходим в Counter-Strike Global Offensive, Bin и ищем файл DIG Support Episodic.FG и открываем с помощью Notepad++, ссылка на него будет в описании. Открываем и здесь мы видим 3 секции, 1, 2, 3. От нумерации номер 1 мы пишем в ConvertMath PicMip 2, ставим двоечку здесь. Во втором пункте в то же самое ставим тоже двоечку. И в третьем пункте надо поиграться. Вместо 135 ставим 66, вместо 65536 мы ставим 135 и в конце двоечку. Нажимаем файл, Сохранить и можно выходить. Вы думаете это всё? А вот и нет, в чём дальше? Заходим в папку CSGO и ищем папку CSGO. Туда мы забрасываем мой окончик под названием AzivePPS.KFG. Закрываем. И да, это мой CSW. Там будет пару плюшек от меня. Закидываем и переходим в параметры запуска CSGO. Здесь мы вписываем плюс EXEC AZI PPS. Нажимаем ОК. Также я советую вам обновить драйвера видеокарточки, так как это очень сильно влияет на производительность. Дальше мы с вами идём в панель управления Nvidia и выставляем всё, как вы видите, на этих картиночках или же в описании. Я оставлю все параметры. Следующим шагом мы нажимаем Win Plus Air. Прописываем MS Config. ОК. Заходим в автозагрузку. И убираем все ненужные программы. Если же у вас Windows 8 или 10, как у меня, открываем диспетчер задач. И убираем здесь всё, что вам не нужно. Закрываем автозагрузку. Заходим там же в конфигурации системы. Загрузка. Windows 8.1 или 7 или 10. Дополнительные параметры. Число процессора вставим на максимальное. Применить. ОК. Теперь загружаем компьютер. Дальше мы с вами заходим в панель управления. Категории. Крупные значки. Электропитание. И ставим высокое производительность. Также я рекомендую вам почистить компьютер. Да, это банально. Но всё же, FPS от 2-3 прибавится. А для нас каждый FPS это новая жизнь. Также мы скачиваем программку CC Cleaner. Заходим. Easy Clean Analyze. Custom Clean. Тут анализируем. Очищаем. Также очищаем ресторы и так далее. Ну что ж, на этом всё. Надеюсь я вам помог. Вы оценили мой труд. Своим лайком и подпиской на канал. Всем удачи. Всем пока. Орда, чуть не забыл. Не забывайте оставлять комментарии. Это очень мотивирует. Субтитры сделал DimaTorzok